Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам расскажу про один из самых известных и любимых церковных праздников – Покров Богородицы. Покров День – народное название праздника Покрова Пересвятой Богородицы, Великого праздника православного календаря. С давних времен и по сей день в октябре зачастую, совпадая с выпадением первого снега, православными христианами празднуется Покров Пресвятой Богородицы. Некоторые традиции, связанные с этим праздником, сохранились до наших дней. По современному календарю праздник выпадает на 14 октября. Этот день важен для верующих еще с давних времен и по сей день, Множество людей поют песни в знак своего почтения защитницы своей Пресвятой Богородицы. Покров День связан с историей, произошедшей приблизительно в 910 году в Константинополе. Согласно сказаниям, несметное войско сарацин осадило город. Местные жители в страхе, что полчища чужаков ворвутся в стены крепости, укрылись в храме и стали читать молитвы о своем спасении. Молитвы этих людей услышала Богоматерь. И в этот день она спасла город от разорения, закрыв его своим покрывалом, покровом. Ее одеяние защитило людей от бед и напастей. Когда дева удалилась, ее защита осталась над жителями города. Ее покров спас город. И в скором времени вражеские войска ушли от Константинополя в свои земли. Покров День был известен во всей территории России. И отмечался как в деревнях, так и в городах. Также этот день являлся важной точкой отсчета в народном календаре. Покров считался русскими крестьянами днем перелома в годичном круговороте жизни. С него, по их представлениям, начиналась зима. С покрова до обеда осень, а после обеда зимушка-зима. А вместе с ней новые хозяйственные и семейные заботы. В некоторых северных деревнях существовала бычий, поздравлять друг друга в этот день с первым литком, с первым снежком, то есть новым этапом хозяйственной жизни. Народным представлением к празднику покрова Богородицы должен быть убран весь урожай с полей и большая часть урожая с огородов. В деревнях существовало по вере, что в этот день на землю с небес спускается Богородица. Чтобы проверить, собран ли весь урожай, опустили ли крестьянские нивы, а также чтобы помочь больным и немощным людям. Обычий требовал в покров приступить к делам, связанным с зимним периодом годового цикла. В этот день все крестьяне перебирались из летних холодных помещений в зимние избы, утепляли их, конопатили стены, углы, завалинки. Во всех домах полагалось затопить русскую печь, даже там, где было тепло. Кроме того, покров был ознаменован переходом на зимнее содержание скота в хлевах. Для того, чтобы скот мог выдержать долгую, суровую зиму и возможную бескормицу, его полагалось в этот день закармливать. Обязательно скармливать сноб, сжатый последним с овсяного поля. Также в этот день начинались женские работы по обработке льна. Девушки и женщины садились за прялки. В это время характерны были девичьи посиделки, а также осенний сезон свадеб. Во многом свадебная традиция связывается с природными изменениями. Землю покрывает первый снежный покров, белые, пушистые и чистые снега ассоциируются со свадебными одеяниями и самой свадьбой. Существовало поверье, что брак, который состоялся в этот день, будет долгим, счастливым и наполненный любовью. Благодаря этому поверью, многие девушки хотели обручиться именно в этот день. И в этот период проходила целая череда свадебных церемоний. Девушки, еще не встречавшие своего суженого, приходили в церковь и зажигали свечи перед ликом Богородицы, произнося молитвы для скорейшей встречи своего возлюбленного и молясь об удачном замужестве. Кроме того, проводились целые обряды и гадания для заманивания суженного в дом незамужней девушки. Этот период праздника сопровождался всевозможными беседами, весельем и развлечениями. Связь Дня Покрова Пресвятой Богородицы с брачной тематикой объяснялась представлениями о Богородице, как о покровительнице и защитнице женщин, помогающей выйти замуж, способствующей деторождению, заступнице перед Богом. Покров День был также связан и с поминанием родителей, предков, хранителей благополучия домашнего очага, невидимых покровителей семьи. Родителей угощали первым блином, испеченным хозяйкой дома. Его укладывали в передний угол или на полку перед иконами. Верили, что предки должны помочь потомкам, пережить тяжелую и суровую зиму. И по сей день все православные люди отмечают этот великий религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Всех с наступающим праздником! Всем спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok